видеообзор пилетной горелки факельного типа liberator модель power 20 и 50 киловатт данная горелка предназначена для отопления жилых складских и производственных помещений и генерации тепла в бытовых так и промышленных масштабах обращаю внимание что мощностной разбег производства данных горелок это минимальные модели на 20 киловатт а максимальные аж до 3000 киловатт завод производит даже такие мощные горелки рассмотрим мы конструкцию данной горелки на примере 20 киловаттной модели это самое крайнее нашей линейки это 50 киловатт а этот 20 в первую очередь данные горелки обращаю внимание выполнены вот таком едином моноблоке здесь контроля он встроен непосредственно саму горелку что тоже очень удобно не нужно искать для него место все как бы занимает весьма компактно и в едином моноблоке контроллеры вот liberator используют собственные разработки производства это очень считаю удобным и правильным решением потому что обслуживание гарантия запчасти все у нас украине то есть все всегда под рукой никаких иностранных запчастей и тому подобного чтобы рассмотреть конструкцию подробнее мы ее разберем а снимем с нее вот этот декоративный кожу что входит по с комплект поставки самой горелки непосредственно сама горелка моноблок встроенный контроллер гофра подачи пилеты у нас идет легкоплавкой цепляется вот данному или это приемнику и далее она цепляется к шнеку шнек также входит комплект поставки вот такой двухметровый шнек шнек с легкоплавкой гофры и обращаю внимание сервоприводы корейской фирмы очень надежные дкм подробнее рассмотрим конструкцию непосредственно самой горелку для этого снимем декоративный кожу декоративный кожу куча внимание крепится таких вот четырех винтах раскрутив их мы получаем доступ ко всем внутренностям и особенностям данной горелки данная горелка состоит из колосников колосники и сопла вот у нас передняя часть котла сопла камера сгорания внутренний шнек подает топливо в камеру сгорания внутренний шнек мы его можем увидеть если заглянем вот сюда в пилета приемник данный внутренний шнек управляется обращаю внимание что сервоприводы применяется опять же отечественного производства завода автоприбор что очень удешевляет в целом изделие из данная горелка в этой комплектации стоит всего лишь 19 тысяч 800 гривен и в случае если что-либо вышло из строя опять же все комплектующие всегда под рукой и не стоит недорого это не иностранные элементы которые могут отсутствовать какое-то причине на рынке какой-то момент всегда все здесь есть следующим элементом горелки является корпус самой горелки элемент нагревательный данном случае применяется тэновый вот клеммы крепления там внутри видим по желанию пользователя вместо тэнового нагревателя может использоваться керамический нагреватель ну понятное дело с удорожанием стоимости потому если вы хотите керамический нагреватель можно это сделать что лучше керамический либо тэновый принципе напишите в комментариях интересно ваше мнение мы как специалисты я считаем что и тот и другой обеспечивает задачу нагрева разогрева и розжига топлива тэновые нагреватели дешевле срок службы их не предостаточно и то есть три года они уверенно отрабатывают стоимость такого элемента на замену всего лишь 200 гривен керамические нагреватели срок службы имеет чуть дольше но значительно дороже стоит то есть один керамический нагреватель стоит порядка 1200 1300 гривен контроллер управления горелки и его плата управления вот она мы видим зеленого цвета это разработка завода liberator весьма функциональная плата управления дает возможность управлять как непосредственно работой самой горелки так и также к ней можно будет подключить отдельные модули в принципе сделать систему а ваше отопление более совершенной также из дополнительных опций данный контроллер может быть подключен gsm модуль который позволит управлять ей дистанционно с помощью смартфона так следующим элементом нашей горелки есть вентилятор наддува его мы сможем видеть с правой стороны здесь лучше видно прошу вашему вниманию вентилятор наддува это вентилятор немецкой фирмы и bm pabs модель vpa 097 мощность данного вентилятора 35 ватт он обеспечивает подачу воздуха камеру заранее и обеспечить сжигание качественное сжигание пилет обращаю внимание что пилетная горелка liberator факельного типа разработана для сжигания любого типа пилеты как древесной так и агро пилеты и даже агро миксов конструктивно выполнено все необходимое для того чтобы качественно сжигать такие виды топлива вот этот сервопривод управляет элементом очистки колосников движется по кругу вот такое вот приспособление рычагового типа и но перемещает толкатель для того чтобы видеть толкатель давайте заглянем в сопла горелки здесь мы видим колосники и вот такой вот такая вот кочерга назовем ее так она перемещается за вперед и очищает колосники от непогоревших остатков сбрасывает их вниз золь вот этот элемент для горелки он является расходным материалом стоимость данного элемента 50 гривен то есть он находится в эпицентре горения он со временем опять же сгорает его необходимо заменить всегда есть наличие также мы видим вот наш тен самая нижняя часть тен выглядывает и мы видим шнек подачи шнек движется под действием сервопривода и подает сюда следующую очередную порцию пилеты управляет процессом горения следит за пламенем у нас специального такой смотровой глазочек там находится соответственно фотоэлемент фотоэлемент подает информацию контроллеру и контроллер понимает насколько как интенсивно происходит горение в данном случае в горелке из больших преимуществ данного данной пилетной горелки это автоматический розжиг который производится с помощью тена еще раз обращаем внимание контроллер управления разработка завода регулировка пламени происходит с помощью спектрального датчика что обеспечивает низкую тепловую инерцию и низкое потребление электроэнергии контроль температуры горелки корпуса горелки непосредственно самого корпуса горелки происходит с помощью датчика защиты которые есть внутри и следить за уровнем температуры обращаю внимание что все настройки контроллера имеет режим автостарт что позволяет в случае отключения электроэнергии не волноваться что нужно будет перенастраивать заданные вами параметры то есть у данного контроллера есть память настроек параметров данная горелка способна развивать кпд до 95 процентов и она оснащена еще раз обращаю внимание автоматической функции механической очистки решетки колосников что касается габаритных размеров данной горелки значит общая длина изделия 56 сантиметров при этом длина самого корпуса горелки 26 половиной сантиметров длина камеры сгорания 28 диаметр очень важный параметр диаметр соответственно сопла горелки он составляет 140 миллиметров либо 14 сантиметров это важно знать пользователю чтобы определить сможет ли такая горелка быть установлена на его котел достаточно ли на дверке загрузки топлива место для установки данного агрегата общая высота изделия составляет 30 сантиметров ширина при этом 32 с половиной сантиметров отверстие горловины составляет 6 сантиметров диаметр кольца фланца фланец который на болтах потом крепится поверки составляет 22 сантиметра диаметра а отверстие под болты то есть межосевое отверстие от одного крепления до другого 15 сантиметров мотор редуктора шнека потребляет 180 ватт при этом максимальное электропотребление это важный параметр для расчета соответственно мощности которые требуются для обеспечения работы данного агрегата это 480 но важно понимать что среднее потребление электроэнергии всего лишь 40-50 ватт то есть максимальная мощность 480 но среднее потребление 40 50 чем это обусловлено потому что многие элементы и агрегаты данной горелки работают не непрерывно а только лишь в определенный момент когда это необходимо для работы для сжигания топлива минимальная тяга которая требуется для работы данной горелки 10 паскалей значение весьма низкая это соответственно одно из преимуществ пилетных котлов что они не привязаны к качеству дымохода меньше привязаны скажем так вес всего агрегата обращаю внимание что такая горелка приедет к вам вот таком корпусе уже завода укомплектована очень безопасно все внутри короба спрятана и паспорт инструкция эксплуатации контроллеру и соответственно все остальные элементы отдельно только шнек механизм подачи топлива все это будет вот в этом корпусе масса всего агрегата 42 килограмма данные горелки пилетные есть наличие у компании тепло без газа могут быть установлены на ваш котел под ключ оплатить вы можете как наличными так и безналичный расчет так и в кредит и рассрочку рассрочка возможно на 4 месяца беспроцентная и на 6 8 или 10 месяцев с разовой комиссии в виде страховки рекомендуем дорабатывать до устанавливать ваши классические твердотопливные котлы с помощью пилетных факельных горелых либератор освободите себя как хозяина от ручной работы освободите себя от износа вашего здоровья здоровье у нас поверьте не вечное и его нужно ценить дайте возможность автоматизировать вашу систему отопления сделать возможное сжигание любого вида топлива как твердого так и пилетного и обеспечить таким образом самый экономный на сегодняшний день вид отопления обращаем внимание что по цифрам расчетов среднестатистического дома на 150 квадратных метров при использовании данного пилетного агрегата мы для обеспечения тепла и горячего водоснабжения потребляем всего лишь за 6 месяцев 6-7 тонн пилеты в зависимости от зимы как холоднее теплее зима и это при пересчете например агро пилета стоимость тонны всего лишь 1400 1500 гривен мы получаем месяц стоимости отопления 1700 гривен это на сегодняшний день при такой площади значительной это очень низкие цифры это выгоднее газа это выгоднее электроотопление это выгоднее классического обогрева с помощью дров и при этом вы экономите свое здоровье вы максимально автоматизированы вы не не требуется ваша ручная работа ваша задача всего лишь раз в неделю в дыме сезон и раз в три дня вы сильные морозы загрузить в бункер пилету и вовремя почистить зольник и все еще раз обращаем внимание что данный агрегат может быть установлен на любой вид твердотопленного котла обращайтесь компанию тепло без газа будем рады реализовать для вас данную доработку под ключ